Одесситы, уважаемые соотечественники, братья и сестры, как председатель Совета Министров Автономной Республики Крым, обращаюсь к вам от имени многонационального народа Крыма. В этот нелегкий час государство, в котором волею и судеб мы вместе с вами оказались, после распада Советского Союза попало под власть нелегитимного правительства, члены которого сели в свои кресла при помощи насилия и прямого террора, осуществленного руками радикалов и обманутых ими граждан. Противоестественный союз олигархов-космополитов, нажившихся на расхищении наследия советской эпохи, с ненацистами, взращенными за последние 23 года, на идее ненависти к братскому русскому народу и к нашей общей славной истории, теперь выступает от имени украинского народа и, что особенно отвратительно, от имени жителей Юго-Востока. Русскоязычные регионы Донбасс, Харьков, Херсонская, Николаевская и ваша родная Одесская область оказались отданы на откуп отпетым мошенникам и явным бандитам-террористам. Силы, пришедшие теперь к власти в Киеве, под лозунгами стремления к так называемым европейским ценностям, самым жесточайшим образом раскачивали всю систему государственной власти, подрывали авторитет правоохранительных органов и силовых структур, раздували пожар насилия в нашем обществе. Теперь же, оказавшись у власти, бывшие оппозиционеры мгновенно перевоплотились и за недолгий срок успели показать, что откровенно пренебрегают теми самыми принципами прав и свобод человека, народов и наций. Жестоко подавляются любые проявления мирных протестов русскоязычных граждан Юго-Востока нашей страны. В ход идет все, от зомбированного населения через подконтрольные олигархам и симпатизирующие ультранационалистам телевизионные и интернет-СМИ, до скупки фракций в областных советах и городских советах. Нынешняя центральная власть Украины идет по стопам своих предшественников. Ярким примером являются репрессии, гонения общественных и политических деятелей, вера и правда в служивших Отечеству. Наглядный пример – арест лидера Народного Освободительного движения Донецка Павла Губарева. Мы не оставим его в беде и будем бороться за свободу этого человека. Как остановить этот процесс? Как вы, простые граждане Одессы, можете ему противостоять? Неужели это возможно? Ответ, который граждане Крыма дали на этот вопрос последние дни? Да, это возможно. И это единственный возможный позитивный вариант развития событий для любого региона Юго-Востока. В условиях фактического разложения государственности Украины на первый план выходит право народов, проживающих на определенной территории на самоопределение и самостоятельное решение всех своих вопросов в интересах именно жителей регионов, а не абстрактных и одиозных идей построения национальной державы и прочих мифов украинского национализма. Что для решения этой проблемы понадобилось крымчанам, на что нам всем пришлось пойти? Рассказываю по пунктам. Во-первых, должно быть четкое осознание поставленных целей и задач. Если мы говорим о том, чтобы каждый народ имеет право на самоопределение, значит главный вопрос нашей повестки дня это проведение референдума о дальнейшем пути Одессы и области. Автономия, независимость, присоединение к более успешным государственным проектам или жизнь в Украине. Вот вопросы, которые будут вынесены на всенародный референдум, где именно вы, жители Одесского региона, сами решите свою судьбу. Они пришли из западных регионов, начальники спецслужб или олигархи во главе с местной администрацией. Во-вторых, нужно отчетливо понимать, что несколько месяцев последовательного разрушения авторитета власти и силовых структур принесли свои печальные плоды. Милиция и другие органы правопорядка дезориентированы, деморализованы и находятся под не меньшим давлением, чем даже активисты весенних митингов. Поэтому сейчас никто вам не поможет, кроме вас самих. Пример отрядов самообороны Крыма, стихийно возникших в разных городах республики в конце февраля, а впоследствии упорядоченных и структуризированных по армейскому образцу и нынешняя мирная и спокойная ситуация на полуострове, говорит нам о том, что каждый кузнец своего счастья. Но для этого нужна воля и решимость добиваться соблюдения своих прав и свобод. Героизм, который не раз проявляли одесситы, как на полях Великой Отечественной войны и других войн, так и в экстремальных ситуациях в мирное время. В процессе формирования новых истинно народных структур самообороны выдвинутся лидеры, авторитет которых будет основан не на назначении сверху, не на коррупции, а на личных качествах и готовности отвечать за веренный им участок борьбы. Объединяйтесь и выдвигайте своих лидеров. В-третьих, вы должны знать, что народ Крыма, парламент Крыма, правительство Крыма, самооборона Крыма, мы все, всецело поддерживаем ваши чаяния и стремления и при необходимости окажем поддержку вашим инициативам по наведению порядка в регионе и недопущению откровенно террористических структур, захвативших власть в Киеве и на западе страны на территорию Одессы и области. Также, в случае необходимости, мы примем всех, кто подвергся гонениям за то, что выполнял свой гражданский долг и следовал голосу чести. Мы надеемся, что до этого не дойдет и все, кто только попробует задавить голос свободных граждан города-героя Одессы, получат впоследствии должную оценку своим действиям и понесут за них всю ответственность. Крым за Одессу, вместе мы сила, никто и ничто не сможет этому помешать. Счастливой вам все весны, одесситы!